Правительство Таджикистана бьет тревогу. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете то, о чем они долго молчали и пытались избежать, но не получилось. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Правительство Таджикистана поручило соответствующим министерствам, ведомствам и местным органам госвласти воздержаться от второстепенных расходов бюджетных средств в целях эффективного использования бюджетных средств и с учетом фактического исполнения государственного бюджета строго воздержаться от предоставления запросов на дополнительное финансирование, отмечается в принятых постановления правительства задачах до конца 2022 года. В документе, опубликованном на портале правовой информации Минюста страны, говорится также о принятии необходимых мер по целевому использованию бюджетных средств в поиске новых источников дохода, качественном и полном выполнении доходной части государственного бюджета, эффективном управлении государственными финансами. При этом поручается принять меры с целью обеспечения исполнения государственного бюджета, полного и своевременного финансирования всех отраслей экономики. Отметим, что в марте этого года правительство приняло антикризисный план, который содержал пункты по ограничению неприоритетных бюджетных расходов, в том числе расходов на приобретение машины, оборудование, ремонт зданий, командировочные и другие. По данным Минфина, доходная часть госбюджета в первой половине этого года была перевыполнена на 2%. В бюджет поступило около 15 млрд. в Самани. Доходы бюджета в основном состояли из налогов, общий объем которых сложился в 10 млрд. в Самани. Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов госбюджета составила 67,5%. Расходы госбюджета в первой половине этого года составили около 14 млрд. в Самани, увеличившись по сравнению с этим периодом 2021 года на 10%. Как вы относитесь к тому, что наше правительство не справляется с тем, чтобы удержать экономику на месте? А международные финансовые институты прогнозируют сохранение высокого инфляционного давления на мировую экономику на протяжении нескольких лет. Международный валютный фонд призвал Центробанки всех стран мира приготовиться к жесткой борьбе с высокой инфляцией в течение последующих пяти лет. Фонди уверены, что рост инфляции, связанный с пандемией коронавируса и событиями в Украине, продолжится еще как минимум три года во всех странах мира. Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое охлаждение экономики и рост безработицы, заявил первый заместитель распорядителя фонда ГИТА Гапинат в конце минувшего месяца. Уровень инфляции в Таджикистане, по данным статистического ведомства страны, в январе и июле текущего года составил 4,5%, что на 0,3% выше показателя аналогичного периода 2021 года. Фактором, который могут усилить инфляцию в стране, причисляется повышение мировых цен на продовольственную продукцию и горючие материалы, так как значительная доля товаров на отечественный рынок поступает извне. Уточняется, что импортируемые Таджикистаном продукты в потребительской корзине составляют порядка 60%. Помимо этого, политическая нестабильность в соседних странах и регионе также может негативным образом отражаться на темпах роста экономики страны и вызвать в определенной степени дополнительные курсовые и инфляционные давления, отмечается в прогнозе денежно-кредитной политики Таджикистана. Тем самым предупреждают о том, что цены в Таджикистане будут расти и дальше, и непонятно, с каким темпом. Никто не может это спрогнозировать. А как вы относитесь к ценам сейчас у нас в стране и к тому, что они могут еще и вырасти? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.